привет народ по моему здесь куча посылок нужно найти где-то в одной из них лежит широгоров темный вчера просили русик покажи как быть ну и тут в общем человек звонит говорит руслан такая ситуация или даже не звонил описал по моему до переписывались ну я уже все напутал с кем да вот широгоров темный с кем я переписывался с кем я разговаривал в общем ситуация по описанию хозяина ножа человек говорит руслан купил широгоров темный все замечательно но видите да люфт давайте попробую показать вот сюда аж лайнер уходит в общем говорит купил темного но что случилось через некоторое время говорит обнаружил что выпал шарик изначально он был потом он говорит выпал написал продавцу что так и так уважаемый выпал шарик что за дела давайте что-то с этим делать ну продавец сказал что отправит шарики но когда пришел человек получать я так понял на почту то там лежал запасной лайнер запасной лайнер он говорит я его просто поставил и как бы ну не стал шариками с этими возиться он они шарики сюда его нужно было запрессовать говорит не стал я запрессовывать ничего просто поменял и все и забыл ну поменял и забыл но не все так просто видите да то есть говорит лайнер оказался немножко не туда то есть но его просто натянуть он будет блокировать клинок но это все равно очень очень далеко вот этот лайнер говорит становился на самое начало пятки клинка ну и как это делается ребята сразу показываю да вот чуть-чуть просто руками мы его так вот так вот в наглую добавляем чуть-чуть подгибаем а так вот его оп и все он уже у нас видите дальше заходит еще чуть-чуть вот так вот зажать и подержать вот он еще дальше идет поэтому тут ничего сложного такого нет ну давайте мы сейчас разберем клиночек поменяем поставим старый лайнер все-таки да и и устраним проблему ну для начала мы давайте запрессуем шарик здесь у нас три керамических шарика прислали китайцы так 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 вот он шарик керамика это не не этот самый не железо не металлические поэтому магнитом его не возьмешь нужно 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 руками то есть вот так вот ставим шарик и давайте попробую показать это все вот он шарик фокус замечательный фокус люблю свою камеру выпадает еще раз но отверстие маловато если честно то есть шарик не хочет становиться на место и молоточек побольше тоже не помогает интересное кино сейчас попробуем чуть-чуть скажем так посадочное место поднял так давайте назад вот так вот сейчас возьмем маленькая сверлышко какое-то и попробуем чуть-чуть рассверлить это слишком маленькая сверлышко но чуть-чуть рассверлить посадочное место скажем так да очень-очень туго ну как видите керамику я вот молоточком сейчас хорошенько так прессовал и никаких проблем абсолютно ну конечно идеально было бы без молотка обойтись а при помощи запрессовки ну сейчас мы посмотрим так 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 сверлышко 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 маленького диаметра сверла у меня здесь нет все в гараже поэтому сейчас найдем самое тонкое найдем самая тонкая самая тонкая у меня самая тонкая у меня два с половиной так пробуем еще разочек не хочет видите не хочет не хочет почему не хочет непонятно ну давайте я сейчас перееду на лапу все таки на дереве стучать это одно когда у нас надежное металлическое основание будет внизу то это совсем другое логика подсказывает что шарик должен туда сесть рано или поздно если его правильно посадить ну вот он сел видите да все таки на металле это правильнее делать я думаю почему то что сядет и на деревянном основании но нет вот так вот у нас выглядит сейчас шарик ну я думаю что можно его еще чуть-чуть даже присадить что я сейчас и сделаю еще сделаем скажем так нанесем несколько точечных ударов таких ну вот шарик наш мы присадили он теперь сел поглубже чуть чуть вот так вот чуть чуть глубже он сел все замечательно теперь разбираем и собираем ну здесь хозяин уже поковырялся то есть ключика у него явно не было и откручивал скажем так подручными средствами ну и соответственно здесь смотрите здесь у нас такой вот стон ложь а здесь с этой стороны уже уже хозяин приложил руку здесь у нас уже почти в зеркало клинок сполирован ну да ладно это его вкусовые скажем так уподобания или как это правильно сказать да вкус вкус а вкусах не спорят как говорится так 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 держи 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 а вот он вот он ключик вот он ключик берем ключик откручиваем так секунду я камеру подключу на зарядку поставлю потому как сядет ну чтож откручиваем откручиваем сейчас будем пробовать сорвать если тут все не зажато не здесь все походу что должно открутиться сейчас попробуем ну да здесь даже фиксаторы резьбы не было можно было обойтись даже без ключа и без плоскогубцев так 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 ну осевой чуть чуть неправильно собран с той стороны по идее с той стороны по идее вот с этой стороны должен быть вот этот клевер ну так удобнее собирать так здесь у нас что давайте разберем и посмотрим что у нас здесь 10 торкс да нет ладно давайте возьму возьму вот этот вот наборчик тут у нас 8 торкс щелк щелк так плоскогубцы сюда это сюда разбираем нам любом случае нужно разбирать нож для того чтобы заменить лайнер ну кстати мой темный вообще никаких проблем с ним не было то есть я ожидал если честно сказать что тоже вот появится люфт точек придется поджимать лайнер в будущем но нет ножом активно пользуюсь ну и никаких проблем не наблюдаю зажата но можно открутить без помощи дополнительно так здесь у нас все в порядке ну смазки конечно здесь сухо ребята ну подшипники хоть и керамические но все равно как бы желательно их все-таки смазывать здесь шарик торчит скажем так возвышается вот да правильно сейчас начнут сразу писать что русик не торчит шарик не торчит он возвышается ну а спрашивали тоже в комментариях вот почему делаю видео что можно ли оттянуть вот этот лайнер он титановый люди почему-то думают что титан не металл или титан не пластичный хочу вас скажем так наверное удивить да что титан ну с титаном намного намного проще работать то есть он гораздо пластичнее если он не термообработан или имеет небольшую твердость то он намного пластичнее чем обычная сталь то есть он намного проще тянется это все элементарно делается берем сверло хвостовичком можем вот так вот и сделаем два удара все лайнер пошел то есть вот смотрите сейчас я попытаюсь показать этот момент видите да какой маленький зазор вот с этой стороны давайте вот так вот то есть почти нет его там зазора этого вот здесь вот то здесь смотрите зазор присутствует и присутствует он ну такой прям ну видно что он там есть видно да вот здесь вот просто ну на свет нужно это все вот так вот видно что он там есть здесь и уже почти нет видите да не светится то есть здесь даже свет почти не проходит а здесь все проходит и очень неплохо проходит то есть зазор там действительно больше так собираем нож в обратном порядке все ну я не умею собирать с той стороны нож поэтому я буду собирать его так как я всегда это делаю стоп куда я дел а вот она все таки да так шайбочка ставим шайбу на место ставим на место подшипник ставим на место пока что пока что без плашки просто ставим на место осевой теперь капаем смазки сюда чуть-чуть совсем совсем чуть-чуть вот так вот пару капель буквально она сейчас разойдется собираем нож пока просто собираем его без плашки потом и винт осевой вытащим банку и переставим плашку на место в принципе вот так вот здесь вот так вот и вот так вот в принципе вот и все все замечательно смотрим никакого люфта у нас нет пяточка на самое начало видите на самое начало даже не до конца заходит все абсолютно без проблем теперь нож у нас остается вот так вот зафиксированным или можем сложить то без разницы можем сложить его и просто вот так вот раз смотрите вытаскиваем ставим на место плашку и опять ставим на место осевую бонку все то же самое сейчас дальше собираем потом опять точно также ставим давайте соберу и покажу принципе что это все делается очень просто так 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 винтики перепутать не надо стоять что-то я да путаю все до кучи путаю вот этих два винтика здесь были этот винтик здесь был этот винтик здесь был спешка все спешка почему спешу да потому что потом кричите сами в комментариях шарусик слишком длинные видео некогда смотреть делает а минут по 15 вот пытаясь пытаясь приблизиться к 15 минутам знаете что ну иногда ремонт ножа занимает час иногда полтора иногда два если это переточка допустим то это все я режу да но иногда бывает вообще не охота делать видео потому что ну как бы получается одна нарезка такая важные моменты какие-то можно упустить поджимаем накладочку плотненько и теперь то же самое вот нож не разбираем и просто выталкиваем осевой винтик так смотрим какая здесь у нас снизу вот это снизу шайба ставим шайбу на место и у нас здесь видите да просто одна шайба нормально вторую уже хозяин тоже сполернул зеркало поэтому так и теперь капаем капельку фиксаторы резьбы стоп чуть-чуть совсем то есть что что было понятно вот она даже но не полная капля потому как иногда присылают на ремонт ножи и раз раскрутить осевой очень сложно смотришь а там реально там но пол литра кто-то залил фиксатора туда вот я надеюсь сейчас видно давайте фонариком подсвечу там реально ребята фиксатора кто-то налил ну не пожалел не пожалел вот он фиксатор резьбы кто-то вообще не пожалел фиксатора и туда прям так капли две три наверное капнул это лишнее честно говорю и не нужно это все то есть достаточно там пол капельки туда капнуть чтобы просто зафиксировать резьбу все то есть не нужно туда лить килограммы точно так же как и зажимать вода на силу там плоскогубцами не стоит люфтов нет и все замечательно ну давайте мы чуть чуть чуть-чуть таки подожмем потому как есть ли в точек маленький такой но опять же поджимаем без фанатизма потому что ну подшипники должны работать мягко они быть пережатыми выкатать себе там две дорожки вот так легонечко все клиночек летает у нас смотрите под своим собственным весом он падает раз раз никаких люфтов здесь у нас нет все замечательно все чудесно вот такой вот ну не сложный был ремонт видите да куда приходит приходит лайнер на самое начало ну а данный лайнер я думаю хозяину еще пригодится в будущем возможно то есть его можно легонько потянуть без проблем абсолютно в будущем ну а с данным ножом ремонт закончен в принципе на сегодня все вот такой вот у нас был широкуров темный китайский клиночек по центру ножа флип очень звонкий а сюда много вот вот здесь у меня микрофон поэтому вот так давайте нет того звона какой был у меня у меня я я я балдею у меня такой звонки флипу клинка такой колокольчик себе здесь тоже звонки клинок но не такой то есть я не думаю что на этот микрофон вообще будет слышно потому как вот эта вот подушечка скрывает очень много шума вот сейчас допустим у меня работает дучик да вот тепловентилятор и реально вот когда пишет звук камера ну давайте сейчас включу звук с камеры я думаю слышно да шум вентилятора то вот с этого микрофона его вообще не слышно то есть вот сейчас звук пишет вот этот микрофон с подушечкой и и вообще не слышно этого звука вот звука работающего вентилятора в принципе на сегодня все широкуров темный ремонт такой несложный поэтому можно было и самому сделать хозяину я не знаю почему не получилось у него наверное потому что делал так же как я первый раз да то есть стучал на дереве нужно подложить было какую-то пластинку можно в подъезд выйти было на бетонный пол положить какую-то пластиночку и на нем один раз хорошенько хлопнуть и все шарик стал бы на место в принципе на сегодня все пока пока увидимся увидимся а 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 Субтитры подогнал «Симон»